Трамп толкает мир прямо в руки Путина. Генри Мейер Бламберг, США 25 мая 2018 года Чем больше напряженностей создает президент США Дональд Трамп создает в альянсах, которые поддерживают мировой порядок, сложившийся после Холодной войны, тем более необходимым, судя по всему, становится президент России Владимир Путин. К концу ежегодного путинского демонстрационного мероприятия для инвесторов, которое стартует в его родном Санкт-Петербурге в четверг, в Россию прилетят лидеры четырех из десяти крупнейших экономик мира – Японии, Германии, Франции и Индии, и в течение недели будут проводить отдельные переговоры с руководителем Кремля. Путин также будет принимать нового специалиста по внешней политике Китая, заместителя председателя КНР в Ансешане, Уан Кышин, и директора Международного валютного фонда Кристин Лагард. Россия находится в числе стран, для которых решение Трампа по Ирану оказалось очень выгодным, говорит Клив Купчан. Члив Купчан, руководитель Нью-Йоркской аналитической компании «Эвросия Грауп», Путин чувствует возможность вызвать раскол среди стран Запада и избавиться от статуса изгоя. Путин, одержавший в марте внушительную победу на выборах и переизбранный на новый срок, может вновь похвастаться скромным экономическим ростом после падения цен на нефть и после того, как из-за санкций, введенных за аннексию Крыма в 2014 году, в стране наступила самая продолжительная рецессия за все время его 18-летнего правления. Но довольно сложно превратить геополитическое влияние в крайне необходимые иностранные инвестиции после того, как США наложили беспрецедентные штрафы на компанию «Русал», одного из крупнейших работодателей России, отрезав этот алюминиевый гигант-миллиардера Олега Дерипаски от глобальных рынков и обрушив рынок российских акций. Прошли те времена, когда перспективы роста крупнейшего в мире поставщика энергоресурсов способствовали привлечению на петербургский международный экономический форум таких титанов из мира бизнеса, как Рекс Тилерсон, Рекс Тилерсон, Джейми Даймон, Емми Демон, и Ллойд Бланкфейн, Ллойд Бланкфейн. В этом году в программе форума фигурирует лишь несколько руководителей американских публичных компаний, акции которых котируются на фондовых биржах. Несмотря на то, что недавно прибывший в Россию посол Трампа Джон Хансман, Йони Унсман, поступил не так, как его предшественник, и призвал принять участие в форуме. Хотя за первые три месяца по сравнению с предыдущим годом экономика России выросла на 1,3%, эти показатели уже третий квартал подряд не соответствуют прогнозам. По прогнозу Всемирного Банка рост экономики в период до 2020 года составит менее 2% в год, что гораздо ниже уровня, который необходим, чтобы Путин достиг своей цели, добиться, чтобы к середине следующего десятилетия Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, и повысить застывший на месте уровень жизни в стране. Россия ставит инвесторов прединтересным философским выбором, говорит Тимаш. Тимяш, старший стратег по развивающимся рынкам из лондонской компании BlueBuy Asset Management и LLP. Макроэкономические показатели, низкий уровень газдолга, низкий уровень бюджетного дефицита, профицит счета текущих операций, явно указывают, что надо покупать. Но никто не знает, кто или что будет следующим и попадет под санкции. Кремль был рад, что 40-летний Макрон, бывший инвестиционный банкир, который родился как раз тогда, когда 65-летний Путин начинал свою карьеру в КГБ, не поддался давлению со стороны союзников, рекомендовавших ему отменить свою поездку после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении агента-перебежчика нервно-паралитическим веществом в Англии в марте этого года. За этим обвинением последовала высылка дипломатов по всей Европе и не только. Но эти проблемы отошли на второй план из-за иранской сделки, которую Франция, Германия, Россия и Китай пытаются спасти в связи с угрозами США ужесточить санкции в отношении Тегерана и всех компаний, которые их не соблюдают. Макрон и канцлер Ангела Меркель, которая в прошлую пятницу посетила летнюю резиденцию Путина на Черном море с тем, чтобы провести с ним переговоры, похоже, сходятся во мнении в отношении России. Макрон в интервью одной из французских газет заявил, что хочет начать с Путиным стратегический и исторический диалог, чтобы связать Россию с Европой, а лидер Германии заявила, что главной политической задачей сегодня является разрядка отношений с Россией. Эти две страны являются крупнейшими источниками прямых инвестиций в Россию, за исключением таких налоговых гаваней, как Кипр. Несмотря на то, отношения европейских лидеров с Путиным по-прежнему натянуты из-за разногласий по украинскому, сирийскому и другим вопросам, иранский кризис их сближает. При этом отношения Меркель с Трампом ухудшаются, и США теперь угрожают наказать немецкие компании, участвующие в строительстве нового трубопровода для поставок российского газа по дну Балтийского моря. Несмотря на все, что делает Россия, Меркель заинтересована в том, чтобы этот диалог оставался открытым, говорит Йозеф Яннинг, Ясеф Яннинг, глава Берлинского отделения аналитического центра Европейский совет международных отношений. И чем больше будут ухудшаться трансатлантические отношения, тем сильнее будет ее реакция, считает он. Путин, который в понедельник принимал в Сочи Нарендру Мади, Наренда Мади, премьер-министра Индии, который является одним из основных покупателем российских вооружений, проведет в пятницу пленарное заседание форума. И рядом с ним будут сидеть японский премьер Синзо Бе, Макрон, представитель властей Китая и глава МВФ Лагард. 63-летний АБ использует весь арсенал своего обаяния и дружелюбия, пытаясь заставить Путина заключить договор и разрешить территориальный спор, из-за которого две страны не смогли формально закончить Вторую мировую войну. Но Россия непреклонна, и его усилия не дают результата, хотя он идет уступки и поощряет инвестиции в соседнюю Тихоокеанскую страну. Вероятнее всего, АБ уедет разочарованным, так ничего и не добившись, говорит Джеймс Браун. Ямес Браун, специалист по российско-японским отношениям из Токийского университета Темпл. Что касается Вана, визит в Санкт-Петербург станет его первой заграничной поездкой после того как он занялся внешнеполитическими вопросами. Путин и начальник Вана, председатель Си Цзиньпин, встретятся в Китае в начале следующего месяца на ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества, созданной в 2001 году в результате подписания соглашения о безопасности между двумя этими странами и четырьмя бывшими советскими республиками. В прошлом году членами организации стали Индия и Пакистан, извечные соперники, но на этой неделе в центре внимания Путина находится Европа, особенно Макрон. Учитывая, что Россия не сокращает свои действия на Украине и по-прежнему оказывает поддержку сирийскому лидеру Башару Асаду, ослабления санкций в ближайшее время ожидать не приходится. Но односторонний выход Трампа из иранского соглашения предоставляет Путину неожиданную благоприятную дипломатическую возможность. А учитывая, что новое популистское правительство Италии, несомненно, заблокирует любые новые санкции Евросоюза и, возможно, даже инициирует ослабление действующих, «Для России в Европе внезапно возникает более конструктивная атмосфера», говорит Кристофер Гранвиль, через топор Гранвили, из лондонской консалтинговой компании ТС Ломбард. По словам Андрея Кортунова, руководителя Российского совета по международным делам, мозговым центром, основанным по распоряжению Кремля, «В итоге Путин сможет расхваливать форум этого года как успех. Достаточно просто появиться на сцене вместе с самыми видными участниками за все время, прошедшие с тех пор, когда пять лет назад главным гостем форума была Меркель. «Это важное символическое событие, которое срывает попытки изолировать Россию», — сказал Кортунов.